Девушки отдыхают В первую очередь речь об эффектах Эмми и подавления. В рамках эффекта Эмми оперативника будут накладывать на ботов микрооглушение длиной полторы секунды. А эффект подавления стал в три раза эффективнее против ботов. Теперь ботам действительно придется постараться, чтобы попасть по вам. Переработка эффектов Эмми и подавления коснется всех оперативников, которые умеют накладывать этот эффект. Далее мы наконец ослабили тех оперативников, процент побед которых слишком высок, например, стерлинга. Раньше он мог самореанимироваться после каждой смерти. Теперь за это удовольствие придется платить. За каждую самореанимацию штраф в 20 здоровья, вплоть до остатка в 40 хп. Тибет почувствовал себя слишком дерзким после последнего усиления, поэтому нам пришлось его немного усмирить. Мы ослабили способность, дающую щит его напарникам. Теперь она будет давать на 15 очков меньше. А при улучшении 12-3 он больше не сможет накладывать этот щит на себя. Что касается «Аваланж», ей снизили продолжительность действия способности как в базе, так и в прокачке. Также увеличили разброс от бедра и уменьшили базовый боезапас в спецсредствах. Досталось и Мигелю. Он слишком хорошо работал на средней дистанции, хотя по задумке должен быть эффективным только на ближней. Чтобы вернуть его на место, мы увеличили разброс стрельбы простыми патронами на 30%. Также подвергся ослаблению оперативник Барт. Ему увеличили отдачу основного оружия и запретили накладывать на себя боевой дух. Поговорим про усиление. Сперва хотим порадовать любителей Мартеллу. Теперь можно будет получать положительные эффекты с добивания оперативников независимо от способа убийства. Урон от способности увеличен с 30 до 40 в базе, а в усилении 15-1 есть возможность получить еще плюс 15. Вторым счастливчиком стал снайпер Кассадор. Способность «Глаз Орла» получила усиление в прокачке. В улучшении 13-1 Кассадор получает возможность ускорить не только команду, но и себя. А в 13-2 добавлена возможность получить эффект «Концентрация» при обнаружении способности трех и более противников. Далее снайпер Белл. С последнего обновления он научился кричать настолько мощно, что теперь даже и стены не смогут остановить его крик. Тауэр прокачал свои пушки. Теперь снаряды и спецсредства будут лететь на 50% быстрее, а урон и бронепробиваемость станут выше. Сам Тауэр теперь сможет восстанавливать себе 20 очков брони, при зажать ее кнопки активации способности. А теперь то, о чем мне уже не терпится рассказать. Самая масштабная, грандиозная, невероятная работа была проделана над коллекцией «Вымпел». Волк получил в свой арсенал новые гранаты — дымовые и отскакивающие. Особенностью дымовых гранат является то, что они могут прилипать к поверхностям и даже к противникам. Это будет действительно полезно при тактическом ведении боя. Кроме дымовых, я сказал про отскакивающие. Да нет, не может быть. Или все-таки может. Эти гранаты, кажется, реально могут помочь с выкуриванием противника, засевшего за углом. Прицеливаешься, просчитываешь территорию — и все. Теперь никто не сможет втихую сидеть за укрытием и бесить. Боец в поддержке «Алмаз». В его прокачке мы сделали упор на улучшение особой черты, а именно реанимации союзников, когда сам «Алмаз» находится в состоянии «выведен из строя». Первое улучшение заключается в том, что теперь «Алмаз» в этом состоянии сможет реанимировать союзников на 50% быстрее. А второе усиление даст ему возможность реанимировать сразу двух. И теперь «Алмаз» получит в улучшениях дополнительный реанимационный набор. Но это еще не все. На 12 уровне он сможет взять себе дополнительные 100 выносливости. Бонусом этому оперативнику уменьшили разброс основного оружия на 10%. И еще всякое, о чем невозможно молчать. Но у нас есть еще дед. Мы подлечили деда, чтобы он мог эффективнее лечить вас. Теперь число ХП, которое восстанавливается в базе, стало выше. С 34 до 45 единиц. А радиус возрос с 3 аж до 6 метров. Кроме того, мы перенесли способность восстанавливать 40 очков выносливости и с прокачки в базу. А с максимальной прокачкой он сможет восстанавливать 140 очков выносливости. А еще самолечение стало на 200% эффективнее, что не может не радовать. Еще одно особое усиление он получает на 6 уровне. Теперь он сможет снимать с союзников эффект сгорения. А с 15 вообще все негативные эффекты, кроме эффекта метка. Еще один оперативник коллекции «Вымпел» — стрелок. Ему мы уменьшим отдачу основного оружия и снизим подброс ствола после первого выстрела. Но не это главное. На 15 уровне вам придется принять стратегическое решение. Выбрать одно из трех улучшений. Первое позволит снизить время перезарядки способности в два раза, если вы не попадете ей по противнику, даже если попадете по минам. А значит, мины противника вы сможете подсвечивать чаще и сделать путь своей команды безопаснее. Второе улучшение будет снимать метки союзников. А третье сделает вас невидимкой для турелей и дронов противника. А на этом у меня все. Ну, точнее, как все. Оперативники «Вымпела» получили и другие различные изменения в прокачке, но об этом читайте в статье на сайте. Оставляйте ваши комментарии о ребалансе и читайте статью, чтобы первыми узнать вообще все подробности. Как вы знаете, там указаны не только точные цифры, но и комментарии геймдизайнеров. Увидимся в бою!